Ну, во-первых, с воскресным днём. Во-вторых, у нас сегодня профессиональный праздник, потому что мы отмечаем всех тех людей, которые не были безразличны страданиям человека, которые были наделены от Бога благодатной силой врачевания. А эта сила – любовь. Чем исцеляет Господь? Любовью. Кто главный врач? Христос. Мы все здесь больные. Мы все больные. Мы пришли в лечебницу. Да не, не исцеленный, а тыдем. Мы все пришли к небесному врачу с каждой со своей болезнью. И телесной, и ещё больше духовной, душевной болезни. Душа болит. Душа пустая. И человек отчаившивается в своей жизни и не знает, что ему делать. Поэтому, конечно же, мы обращаемся к этим святым угодникам, которые исцеляли людей силою Христа, его любовью. И ничего за это не требовали взамен. Ту неприястие, то есть бесплатно прияльность, дали им, и они отдали. Когда-то отец Николай Гурьянов сказал, что за молитвы больных вы спасётесь. Не за какие-то подвиги, не за какие-то, понимаете, неедения и где-нибудь какие-то аскетические такие вещи. На сегодняшний день этим ты не спасёшься. Ты ещё больше возомнишь из себя, что ты святой. А вот именно за смиренное служение ближнему, за терпение и помощь в болезнях сущим. А здесь у нас это океан, понимаете, океан людей, понимаете, которые сидят, кто за решёткой, кто за замком, которые жизнь уже не мила. И как важно, чтобы они открыли глаза и увидели Бога. Увидели Бога в тех, кто приходит к ним, помогать им, говорить им добрые слова, гладить их по головке. Просто, элементарно, потому что не нужен этому миру человек больной, тем более больной психически. Это отбросы общества. В фашистской Германии таких людей просто расстреливают. В спарте этих людей убивали, детей ещё убивали, которые были больные. Чтобы была нация, понимаете, чтобы был народ, атлеты, аскеты. Такие атлеты, понимаете, которые бы всё могли, чтобы на них было приятно смотреть. Они красовали своими здоровыми телесами. Это неплохо здоровье ведь. Но есть ещё и душа, кроме тела. И поэтому мы сегодня понимаем больных людей, как помощь нам, в духовной болезни нам сущей. И поэтому, конечно, мы пытаемся идти к этим больным людям. И сами то, что мы им дадим. Но мы пытаемся, чтобы они открыли для себя Бога. Чтобы они почувствовали любовь Божию. И это самое главное, понимаете, самое главное. Вот сегодняшнее Евангелие. Благополучная гадаринская страна. Скорее всего, очень благополучная. Типа нашей сегодняшней Америки. Всё хорошо. Ну, это в таких масштабах. Понимаете, стадо огромное свиней. Понимаете, всё. Продовольственная программа обеспечена. Все, все, все. Один больной, понимаете, который наводил на всех страх. Бесноватый человек, больной, который, понимаете, был вне этой страны. Он не вписывался в это общество. И вот к нему-то и пришёл Христос. Для него он был нужным. Он был для него спасителем. А остальные сказали, уходи, уходи. У нас всё прекрасно. Зачем ты нам будешь мешать жить? У нас такой уровень жизни. Мы так живём классно, понимаете, все удобства, мы сыты. Вот ты пришёл, и уже огромное стадо свиней уже нету. Пропало. Понимаете, пропало. Уже какие-то, понимаете, у нас уже потери. А ты ещё походишь здесь. Так мы... Всё поразрушается. Всё, понимаете, обанкротимся. Все станем нищими. Так, может быть, так и надо было бы, чтобы ко Христу прийти, да? Пока ты в самодовольстве, пока ты самовлюблён, пока у тебя всего хватает, и ты очень сыт. И очень, понимаете, всем доволен. Да. И тебе ничего больше не надо, кроме того, чтобы никто тебя не трогал. Может быть, тогда в таком состоянии Христа и Христоса не надо. И мы скажем, иди. Я знаю таких людей, умных людей, которые говорят, да, конечно, есть, но я сегодня живу и в таких удобствах, у меня такие есть комфорты. Я так нашёл свою какую-то действительно хорошую жизнь, и я не хочу больше ничего. Понимаете? Это сознательно человек говорит. Потому что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Я не говорю, что чтобы войти в Царство Небесное, всем нужно болеть и страдать. Но, к сожалению, к сожалению, скорбь и болезнь обретут, имя Господне призвало. Мы хотели бы, чтобы были все здоровы и физически, и психически, и духовно все были здоровы. Но, к сожалению, в мире скорбны будете. И после грехопадения человек не может быть здоровым, потому что душа его уже по природе своей заражена грехом. И поэтому, конечно же, понимаете, нам нужна помощь. И мы приходим к врачу. Мы же не приходим, понимаете, нам очень трудно оторваться от человека, от священника как личности. И прилепиться к Богу. Очень трудно это сделать, понимаете. Потому что мы видим священника, и у них у нас есть какое-то общение со священником. Мы его уважаем, он нам что-то говорит. Но, понимаете, за всем этим стоит Христос. И когда этого нету, то мы рано или поздно разочаровываемся в человеке. Понимаете? В человеке мы разочаруемся все равно. И чем выше мы поднимем на пьедестал почета человека, чем потом, понимаете, трудно будет нести его немощи. А нам нужно друг друга немощи носить. Поэтому, конечно, нам трудно вот от образа возвысить свой ум к первообразу. И вот так в церкви всех. Вот причащает священник. Он причащает тело и кровь Христа. Это священник человек со своими немощами. Но он, через него Христос, причащает телом и кровью. Понимаете? Вот исповедует священник, но через него должен говорить Христос. А у нас часто бывает, что даже священники такое, что я духовный, я все знаю тоже. Это тоже очень так спорный вопрос. Но не будем критиковать священников. Все одинаковые. А будем благодарить Бога, что мы все находимся в Его объятиях, в Его руках. Что Господь всем управляет. Что Господь всех нас любит. И Его любви хватит для любой болезни. Самое страшное. Понимаете? Самое страшное. А самая страшная болезнь, это какая? Какая? Духовная. Гордыня. Потому что гордым Бог противится. А смиренным дает благодать. Поэтому, конечно, нам... Вот наша задача смириться. Вот если мы смиримся, мы попадем в Царство Небесное. Если не смиримся, ничего нам не поможет. Никакие посты, никакие молитвы. Ничего не поможет. Потому что это, понимаете, есть очень тонкая грань. А сегодняшний человек настолько горд, что он даже и не понимает этого. Он молится, да? Вот, элементарно. Подойдет, ну, и мысландарно скажем, слушайте, спасибо вам за молитву. Вы помолились и совершилось чудо. Исцелился человек. Ужас какой, да? Для человека это услышать. Митрополит Филарет когда-то рассказывал. Служит самолебен перед Кафедральным собором. И действительно там была радуга. Ему говорит, Владыка, смотрите, вы начали молитву читать. Радуга. Не искушай меня. Но он опытный человек, проживший всю жизнь. Понимаете? Как важно не перевести, не перевести, понимаете, духовное на душевное. И не заболеть духовно. Это очень большая болезнь. Духовная болезнь это прелесть. Это страшная болезнь. И ее человек не понимает. Он ее не знает. Ему очень трудно об этом что-то сказать. Потому что он убежден в своей правоте. Вот я такой, понимаете? Я не то, что этот алкаш. Что он мне там говорит? Не эти какие-то цребролюбцы. Я же духовный. И вот такой человек начинает куролесить. Всех судит. Понимаете? И слушает только себя. И что потом в итоге происходит? Понимаете? Слава Богу, если он где-нибудь кирпич на голову упадет, и он немножко смирится. А если не упадет? Можно погибнуть. И это действительно наша природа. И нам нужно постоянно находиться в общении. Нам постоянно нужно что-то, понимаете, смиряться. И не надо роптать. Если у нас близкие кто-то ворчливее. Кто-то, понимаете, нас ругает незаслуженно. Кто-то нас, понимаете, чем-то недоволен тоже незаслуженно. Все это Господь посылает для нашего спасения. Понимаете? А вот когда хвалят, это тяжеловато. Поэтому, понимаете, будем трезво смотреть вперед и лечиться от самого главного нашего врага, болезни нашей, от смерти духовной. Лечиться от гордыни и просить Божьей милости на каждый день нашей жизни. Спаси и сохрани всех гостей. Спасибо. 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 Спасибо.